Привет, как тебя зовут? Меня зовут Сева. А откуда ты? Из Москвы. Скажи, почему тебе было сегодня важно выйти на сегодняшнюю акцию против войны в Украине? Потому что, во-первых, чувство даже не вины, а чувство совести, чувство долга перед тем, что на нас лежит большое время ответственности за те преступления, которые свершила вот эта колда, кодла. И не просто кодла, а просто какая-то сирена вот этой лжи, вот этого зла, которое окутало всю Россию. И это не первый год так делается. Это делалось постепенно, годами. Впихивало, впихивало. Вот эта вот ложь, вот эта грязь, вот эта низменность, вот эта деградация. Я это видел не только лично, я видел, как это происходит с людьми. До какой степени люди отпускаются, и до какой степени, а потом они восхваляют вот эти вот преступления, преступления, изнасилования, грабежи, массовые бомбардировки жилых кварталов, резня. Откровенный геноцид. Геноцид против того народа, который изначально никогда против нас ничего не имел, изначально против нас никогда не воевал и только с нами всегда дружил. А то, что это стало тем самым апофеозом, тем самым апогеем для Путина, его режима, его правления. Ведь диктаторы устроили так, что финальная их точка развития – это всегда война. Диктатору всегда нужна война. И ничего ему более не оставалось, как взять и напасть на Украину. Я не исключаю, что если его не остановят, он пойдет дальше в Европу. Мы должны это сделать, мы его должны остановить. А как мы можем остановить? Я думаю, что наши митинги, по крайней мере, они не дают большого результата, но они дают, по крайней мере, сигнал всем тем и, по крайней мере, объединяют всех тех, кто противится вот этой мерзости. И, по крайней мере, мы не просто что-то делаем, мы пытаемся таким образом искупить свою вину, свои грехи. Мы все, конечно, не замажем. Наверное, ни одному из нас придется иметь роль, как Вилли Брандта, который будет ставить колени перед могилами убитых в Украине людей и их солдатов, которые сейчас защищают свою родину. Мы должны еще сделать многое после того, как рухнет режим Путина и рухнет его система. Мы должны не просто отрезвлять людей, мы должны наказывать всех тех, кто это поддержал, вплоть до каждого человека, вплоть до каждого владника, который... Каким образом наказывать? А легко. Вот представьте себе, в эфире какой-нибудь немецкий политик скажет, ну, наверное, жилось при Гитлере хорошо. Так он сразу же получил четверочку тюрьмы. Четыре года тюрьмы. А бабушка, которая букву З наклеила на окно? Я думаю, что это достаточно предупредительной беседы. Но наказывать за фашизацию, в первую очередь, надо Путина, а потом уже и всех его сатрапов. Вы посмотрите, губернатор Беглов, мэр Москвы, Собянин, поехали в Луганск здороваться и принимать объятия от террористов, от сепаратистов. Это что такое? Я москвич, житель Москвы, вижу, как мэр города, которого я не избирал, который подделал свои голоса, которого назначил Путин разговаривать с террористами. Это что такое? Считаю, что этот человек не имеет права вообще занимать никаких должностей. Он также должен быть у Стринова. Для меня это оскорбление. Скажи, ты сам конкретно, лично чувствуешь вину за все эти события? Я только чувствую вину за то, что я недостаточно сделал для того, чтобы это остановить. Дело в том, что я прекрасно понимаю и знаю, что такое, что предшествовало этому. Это оккупация Крыма, это оккупация Донбасса, это преследование крымских татар, это голодовка Семцовы и его нахождение в местах не столь отдаленных, далеко за полярным кругом, за то, что он продемонстрировал свою ненависть к коммунизму, к фашизму, к тому, что является зло. А то зло, с которым мы постоянно шутили и дружили все эти оставшиеся, все эти 23 года правления Путина, вот эти вот двойники Ленина, Сталина по Красной площади, это же чистый маскарад, он является одной из деталей и звеном той цепочки, которая составляет огромное зло, которое напало на Украину. Это вот эта ностальгия, это отсутствие мозгов и отсутствие понимания реальности. В ламбир по 15 копеек, еще что-то. А вы не помните, как вы, дорогие совки, стояли в очереди в 90-м году, а может быть даже и раньше? Я вообще этого не понимаю. Я в это время не жил, но мне родители прекрасно объясняли, как они жили. Это было ужасно. В советское время было ужасно все. И не надо оправдывать или пытаться восстанавливать, пытаться воскресить тот труп, который давно глубоко зарыт под землей. Мы пережили 70 лет эксперимента. Зачем нам еще 100 смотреть на это? И этого Путин и его окружение очень хотят. Потому что люди съедают это. Люди съедают, и у них еще за 30 лет отсутствие коммунизма не сложилось четкой картинки понимания, что такое свобода, что такое свободные СМИ, что такое свобода выбора, свобода действий, открытые границы. 70% населения не имеет паспортов. Им это трудно понять. Большинству населения трудно понять это. Поэтому оно за это и не борется. Барин хорошо кормит, как говорится. И те 20%, которые голосовали против поправки института, это реально их показатель. 20 миллионов человек. Представьте, нас всего 20 миллионов. Может быть, даже больше. Более и более. Но общество атомизировано. И атомизация общества. Должно все-таки произойти объединение. И мы сложились хотя бы в какую-то молекулу из этих атомов, которая могла бы хотя бы разбить вот это вот... Как бы, как бы, тела, которые разбили бы этот ужасный вирус фашизма. Я бы так сказал. Красно-коричневая чума, которая засела глубоко в теле России и выплеснулась прямо вот в этом году. И самое главное. Надо объяснять. Надо говорить людям. Сравнивать. Просвещать. Вот у тебя свобода. Вот у тебя есть тюрьма. Ты пожил 30 лет. Ты прекрасно видел, как все происходило. Ты жил до этого несколько лет в Советском Союзе. Прекрасно. Ты-то пацанцами, ты привык к всему этому хорошо. Ты подумай о своих детях. Родители, бабушки и дедушки, подумайте о своих детях. Подумайте о своих близких. Им дальше жить, им дальше жить в этой стране. Дальше им развиваться. Вы их лишайте. Пока вы это одобряйте. Будьте инертными. Понятно, что за это 15 лет положено. Когда нас много, это надо делать все и сразу. Нелегко, думаешь, такое говорить, находясь в Сербии? Я до этого выходил в Москве. Я до этого выходил в пигеты. За мной было столько всего. Вот митинг несогласованный. Берут и применяют слезоточивый газ по мирным людям. Бьют дубинками. Разве этого мало, чтобы чего-то бояться? Ну, 15 лет ГУЛАГа, это немыслимо. Это то, что показывают сейчас, как эти пытки происходят, когда палки вставляют в задний проход, еще куда-то. Это страшно. Венецинарная система рухнула. Точнее, возродилась та система, которая... Это культ насилия. Культ насилия должен быть уничтожен. Культ насилия возрожден в той степени, которая породила то воспитание тех недалеких от ума людей, которые считают, что насилие – это лучший способ контроля. Давайте посмотрим, как воспитывают детей России. Когда бьют ремнем, они считают, что это круто. Это не круто. Это ужасно. Ты травмируешь ребенка. И каждая, наверное, каждая вторая семья так... Это и результат того, почему насильники приходят в Украину, воруют стиральные машины, унитазы и насилуют детей, женщин и даже стариков. Воспитание. Это результат воспитания. Это результат отрицательного отбора. Решать эту проблему приходится силами чужих людей, за чужой счет, за счет жизни украинских солдат. Это не мыслимо. Скажи, людей сегодня говорят, что приходило не очень много. Как ты к этому относишься? То, что поддерживают или в Сербии людей, которые ходят на подобные акции, не так много, как говорят? Если бы вы видели, как в Москве люди выходят на пикеты за свободу украинских военных в 18-м году, то это как бы нормальный показатель. Лучше как-то, чем никак. Лучше как-то, чем никак. Тем более, сейчас лето, люди отдыхают, ездят на море, в Черногорию или куда-нибудь еще. То же самое было, например, в 96-м году, когда были выборы в Петербурге, интеллигенция забила на то, что Собчак выиграет. Он не выиграет, он проиграл якобы. Если бы Собчак выиграл бы в 96-м году, может быть, Путин не уехал в Москву работать в администрацию президента. Могло бы все сложиться иначе. Людям, которые нас посмотрят в России, что хотел бы передать? Тезисно? Может, под конец? Я бы хотел передать слова поддержки. Во-первых. Во-вторых, мы те, которые реально вместе, мы реально вместе. А те, которые говорят, что они типа мести не бросают, они всегда бросают. Родина бросит тебе, сынок, всегда. Аркадий Бабченко. Они всегда своих бросают. И на всех наплевать, когда убивают сына. Там 7 миллионов. О-о-о! Отличные! Ну... Сейчас, получается, смысл жизни российских матерей складывается в том, что надо родить ребенка и потом получить 7 миллионов за то, что убили. Ну, замечательно. Это... Это тупость, это дикость. Надо максимально, в первую очередь, не то, что даже выходить, а объяснять людям, что человеческая жизнь это больше, чем существование. Интересы личности должно быть выше государства. Всегда. Запомните это раз навсегда. Это сказано в Конституции. Спасибо. Продолжение следует...